С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук. Здравствуйте. В столице завершились судебные прения по уголовному делу экс-министра здравоохранения Эльжана Бертанова и его подчиненного Улжаса Абишева. Стороны защиты и сами подсудимые настаивают на своей невиновности. Они говорят об отсутствии каких-либо доказательств их вины. Днем ранее бывший вице-министр здравоохранения Улжас Абишев в суде наглядно продемонстрировал работу информационной платформы. Кроме того, он рассказал о разработке карты инфицированных, создании ситуационного центра, электронной очереди для сдачи ПЦР-теста на ковид и других проектах. Он заявил, что внедрение цифровых процессов мешали разворовывать бюджет. В 2020 году агентство по финмониторингу изъяло все документы по платформе, тем самым заблокировав ее дальнейшую разработку. 26 октября обвиняемые выступят с последним словом, после чего судья вынесет приговор. Разную зарплату казахстанцам и иностранцам платили сразу на 64 предприятиях страны. Факты нарушения Трудового кодекса выявили инспекторы в ходе проверок. Работодатели в итоге оштрафовали. Как отметили в Комитете труда и социальной защиты населения, по закону наниматель обязан обеспечивать работникам равную оплату и производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации. Показала проверка и ряд других нарушений, например, незаконное привлечение к работе иностранцев и несоответствие их образования занимаемым должностям. К административной ответственности привлечены 263 должностных лица, которым наложен штраф на сумму более 64 миллионов тенге. Акиматами отозвано 390 разрешений. Результаты данных проверок в ближайшее время будут рассмотрены на заседании Республиканской трехсторонней комиссии под председателем заместителя премьер-министра по итогам третьего квартала и в дальнейшем будут по ним приняты меры. И сегодня же на брифинге ВСЦК Атолий Генос Панкулов сообщил, что начались судебные разбирательства по делу о гибели сотрудников на предприятии Арселор Митл Тимиртау. Напомню, 10 июня пятеро работников компании оказались под завалами при обрушении кровли в цеху. Четверо из них погибли. Уголовные дела возбудили в отношении пятерых сотрудников. Всего с начала года на казахстанских производствах погибли 134 человека. Причины несчастных случаев разные. Это неосторожность самого работника или плохая организация процесса. При этом по сравнению с прошлым годом количество таких случаев уменьшилось на 5%. Только даже за этот год. Порядка 20 с лишним раз данная организация проверялась. Просто вы знаете, что на сегодняшний день одной из задач, которую ставят и правительство, и глава государства, это модернизация производства. И мы все время говорим, что у Арселор Митл Тимиртау, оно не выделяет средства для того, чтобы производить модернизацию оборудования. И вот они в этом году начали вот эту модернизацию. И вот этот цех, где производился, где произошел данный несчастный случай, этот цех как раз уже в течение нескольких лет не работал. Также Успанкулов добавил, что участились случаи задержки зарплат. Около 60 предприятий на сегодняшний день задолжали сотрудникам больше миллиарда тенге. Для повышения результативности погашения долгов по зарплате в законодательство внесены изменения, по которым предписания о необходимости выплат зарплаты имеют силу обязательного исполнения. То есть, если работодатель не погасит долг до истечения срока действия предписания, документ передается частным судебным исполнителям для принудительного взыскания. С начала года передано уже 47 таких материалов. Больше половины генерирующих мощности электростанций Казахстана изношены. Об этом в СЦК сообщил глава Минэнерго Булат Акчулаков. Он рассказал об участившихся авариях и остановках энергетического оборудования. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 20%. Кроме того, министр заявил, что дефициты электроэнергии и дальнейший рекордный рост потребления несут угрозу для устойчивости отрасли. Ранее в стране действовали предельные цены на тарифы. Однако из-за ускорившейся инфляции и для притока инвестиций Минэнерго планирует их пересмотреть в сторону увеличения. Продолжающийся дефицит энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, которые претерпевают, к сожалению, сегодня высокое моральное устаревание. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварийных остановок увеличилось на 22%, а их продолжительность на 16%. Износ в целом генерирующих мощностей в среднем на сегодня составляет порядка 60%. Попытка Министерства энергетики урегулировать цены на дистопливо и ограничить продажу иностранцам привела к резкому его подорожанию для оптовых потребителей Казахстана. На востоке республики на грани банкротства оказались недропользователи, перевозчики горно-транспортной компании, дорожные и строительные предприятия, работающие за пределами населенных пунктов. Трудно сегодня и сельхозпроизводителям, хотя для них пока действуют льготные цены. Ситуация может привести к подорожанию некоторых продуктов питания, говорят эксперты. Анна Лисенбердина с подробностями. Уже почти два месяца цена дистоплива в Казахстане варьируется от 260 до 450 тенге за литр. Нижний порог для обычного населения, а вот верхний как раз для оптовых покупателей. В их числе почти все производства, говорят эксперты. Они собрались обсудить проблему. Толготор Мухамбетов руководит одним из месторождений на востоке страны, где стопливо необходимо для буровзрывных работ и перемещения руды. Предприятие оказалось на грани закрытия из-за выросшей статьи расходов. Это может грозить приостановкой нашего предприятия временной до урегулирования цен. На сегодняшний день у меня работают в среднем в районе 230-270 человек. На сегодняшний день могут большинство, 70% где-то приостановить деятельность и могут остаться без работы. Возьмем, к примеру, горнотранспортные компании. При перевозке руды расходы на дистоплива ранее достигали 35%, сейчас выросли вдвое. Возмещать их заказчик не обязан. Цена устанавливается в договоре. Договор заключается на основании тендера. И очень часто в тех договорах, которые вывешиваются на тендерах, не предусмотрены механизмы пересмотра стоимости услуг. Непростая ситуация складывается и на открытых угольных карьерах. Удорожание дистоплива непременно приведет к увеличению стоимости угля. А это уже двойной удар для теплоэнергетики. Не исключено повышение тарифов, говорят представители ТЭЦ, так как им для работы нужно и твердое, и дизельное топливо, причем зимнее. А его вообще может не быть или оно будет очень дорогим. Не легче ситуация у сельхозсферы. Льготное дистопливо по 210 тенген за литр уже заканчивается. В этом году еще и в два раза снизили его объемы, выделяемые региону на просушку подсолнечника. Между тем, Восточный Казахстан – основной производитель подсолнечного масла в стране. Сейчас вот у нас дожди, уборка в полном разгаре, и в настоящее время у нас не хватает дизельного топлива для сушки этой культуры. Как результатом этого может являться дефицит, часть продукции может пропасть, соответственно, возникнет дефицит на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Что делать в этой ситуации? Есть ли спекуляция на рынке и почему подорожало дистопливо, хотя нефть на прежнем уровне, как и курс доллара и рубля? Представители управления предпринимательства на эти вопросы от бизнеса ответить не смогли. У меня сейчас на руках такой информации нет. Сами же участники встречи считают, что правительству проблему нужно решать системно. Первое предложение – это включить оптовых потребителей в регулирование, государственное регулирование цен на дизельное топливо. В дальнейшем необходимо проанализировать ценообразование на нефтеперерабатывающих заводах, в целом проанализировать весь цикл, начиная от добычи нефти, цен давальцев, цен поставщиков оптовых. Тогда можно будет выявить, на каком этапе растут цены, считают эксперты. Кроме того, они предлагают не полагаться только на крупные нефтезаводы страны, которые в самый разгар сезона могут останавливаться на ремонты, а создать сеть мини-предприятий при поддержке государства. Анна Лисенбергович, Грибоваканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Исторической справедливостью назвали возвращение празднования Дня Республики участники диалоговой площадки Олтык-Мудди. Политические реформы вопроса дальнейшего укрепления независимости Казахстана обсудили известные политологи, государственные и общественные деятели. Глава Сената Маулина Шумбаев напомнил об особом значении декларации о государственном суверенитете. Напомним, этот документ приняли 25 октября 1990 года, и он стал правовой основой независимости нашей страны. Спикер заявил, что еще одну важную дату, 16 декабря, нужно воспринимать как День памяти и уважения к истории. Говорили на встрече и о предстоящих изменениях политической системы, укреплении баланса в ветве власти. По вопросам законодательного обеспечения проводимых реформ, парламентарии намерены чаще консультироваться с экспертами. Когда говорим о независимости Казахстана, мы всегда должны подчеркивать роль и значение декларации о государственном суверенитете. Роль этого документа фундаментально, в то же время важно помнить и чтить все судьбоносные даты и события. Так мы формируем объективное представление о нашей истории. Работников сельского хозяйства сегодня чествовали в Кустанайе. Нынешний сезон для агрария выдался нелегким. Тем не менее, фермеры в этом году собрали хороший урожай. Это им позволит обновить технику и переключиться на решение социальных вопросов в сельской местности. Артем Грапов расскажет больше. День сельхозработника для прибывающих гостей начинался с этой выставки. Здесь продукция исключительно местных предприятий переработки. Эти бренды давно известны за пределами региона и страны. И все же Кустанайская область остается главной житницей Казахстана. В этом году аграрии убрали из полей более 5 миллионов тонн пшеницы, четверть урожая республики. По Узункульскому району мы получили 25 сантиметров с гектара. Мы сочетаем нулевую технологию и одновременно зернопаровые севообороты держим. А некоторые хозяйства и вовсе побили в этом сезоне все рекорды, собрав с гектара 50 сантиметров. Во время уборки погода была идеальной, не подвела и техника. Кстати, аграрии все чаще стали обновляться. За 9 месяцев текущего года сельхозформированиями области приобретено 234 тракторов, 85 зерноуборчных комбайнов, 177 сейвок, 53 пассивных комплексов и 401 единиц другой техники. В том числе в Лизинге через акционерное общество Казахстана Финанс передано 619 единиц. Благодаря своевременным мерам господдержки аграрии закупили необходимые объемы топлива, семян, запасных частей и гербицидов. Я желаю получать вашу полгода хоруа. В этом году на поддержку сельского хозяйства было выделено 112 миллиардов тенге. Из них 57 миллиардов – это на форвардный закуп пшеницы и по программе «Кендала». Остальные 45 миллиардов были выделены сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий. Во время торжественной церемонии аграриям были вручены награды. Из Рукакима области они получили медали, нагрудные знаки и почетные грамоты. Артем Грапов и Сергей Тархтенберг, Кустанай, Хабар, 24. В эти минуты в столице награждают семьи, которые можно по праву считать примером для всей страны. В Астане подводят итоги национального конкурса «Мириля Утбасе». За церемонией награждения следит и наша съемочная группа. К эфиру присоединяется Сабина Балашкина. Сабина, добрый вечер. Расскажи, сколько семей вышли в финал и встретились сегодня в нашей столице. Вера, в финал конкурса вышло 20 семейных команд со всех регионов страны, и в том числе из трех городов республиканского значения. Перед жюри стоял непростой выбор. Ознакомиться с трудовой деятельностью каждой семьи, также познакомиться с их достижениями, например, в области культуры, спорта, искусства, а также узнать о их семейных традициях и семейных ценностях. Показать образец крепкой, сплоченной и дружной семьи. Собственно, и для этого был создан национальный конкурс «Мерили Утбасы». Проводят его уже на протяжении 8 лет. И за этот период участие в нем смогли принять около 20 тысяч казахстанских семей. Что касается текущего года, то на этот раз поступило свыше 2000 заявок. И самое интересное, что самыми активными оказались жители Жамбылской и Алматинской областей, а также города Алматы. Перед началом официальной церемонии награждения мы побеседовали с одними из конкурсантов. Это семейство Сагитовых. Мы задали им несколько интересных вопросов. Предлагаю послушать. Перечислить все три основных пункта. Счастливая, крепкая семья. Взаимопонимание, гармония и уважение. А на ваш взгляд? Любовь. Доверие. Вы знаете, в наше время, что женщины, что мужчины хотят доказать друг другу, кто главный в семье. И начинается у них друг друга подергивание. А у тебя то, а у меня это. Знаете, секрет семейной жизни. Если ты полюбил человека, люби его со всеми минусами. И тогда не будет у вас никаких проблем. Действительно, сегодня все лауреаты не только показали, но и доказали, что они образцовая семья. Ведь они точно знают, как сохранить погоду в доме на долгие годы. В завершение хочу пожелать всем нашим телезрителям беречь друг друга, беречь свои семьи. Ведь не зря говорится, что счастлив тот, кто счастлив в своем доме. Вера, на этом у меня все. Спасибо большое. Сабина Балашкина была в церемонии награждения национального конкурса Мири Леонбасса. К этому часу пока все новости. Спасибо, что были с нами. Предлагаю остаться. А эфир продолжит программа «Дневная смена». Субтитры создавал DimaTorzok